Воскресенье 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 Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий Воплощенная в теле душа Сохраняет вкус к ним Но познав Болевый возвышенный вкус Она утрачивает интерес к объектам чувств Доставляющие наслаждение И утверждается в духовном сознании Комментарий Шилхова Бады До тех пор, пока человек не достигнет Духовного уровня Он не сможет полностью отказаться От чувственных удовольствий Предписание шастр Ограничивающие эти удовольствия Можно сравнить с диетой Налагающей ограничения на употребление Тех или иных продуктов Однако нельзя сказать Что больному нравится подобное ограничение Или что у него пропадает вкус Запрещенным блюдом Подобно этому людям Лишеные высшего знания Шастры И существует ограничивать деятельность Своих чувств С помощью духовной практики Такой как аштанга, йога Состоящая из яма, миямы, асан Пранаяма, пратяхары, тхары, нартьяны и самадхи Но тот, кто развивает в себе Сознание Кришны Познал красоту Верховного Господа Утрачивает всякий интерес К безжизненным материальным объектам Таким образом Предписания шастр Предназначены для не очень разумных людей Стоящих в начале духовного пути Они нужны лишь до тех пор Пока человек не почувствовал Истинный вкус сознания Кришны Тот, кто обрел сознание Кришны Естественным образом Теряет вкус к пустым мирским удовольствиям Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий Воплощенная в теле душа Сохраняет вкус к нему Но познав более возвышенный вкус Оно утрачивает интерес к объектам чувств Доставляющим наслаждение И утверждается в духовном сознании Вторая глава Бхагавадьи Тех 59 Интересный момент тут описывается Что на самом деле вкус Очень устойчив Вся наша жизнь Основана на вкусах Мы их всегда помним Заметьте, мы не забываем это Можно забыть какую-то информацию Это предмет Нам трудно изучить что-то наизусть Но вкус мы помним Очень трудно забыть его Практически, в принципе, невозможно На материальном уровне Человек именно существует благодаря вкусам Вкус жизни Ради чего, собственно говоря Люди принимают такие трудности Так много трудятся, работают, скет Ради чего? Так они стараются и страдают Ради обретения вкуса Этот вкус дает сексуальное наслаждение Так же пища Так же комфорт, удобство Ради этого Ради этого люди будут трудиться День и ночь Очень серьезный момент И даже если человек Воздерживается от чувственных удовольствий Он не забывает Эти отношения Никогда Есть очень интересный пример Из Шастра Решамид Рамон Классический пример Деда описывает его опыт Потому что он родился изначально Кшатрия Природой угловой Царь Был великим царем Но он стремился к могуществу Но у него были такие амбиции Но он хотел быть абсолютным Управляющим в этом мире Самым сильным Самым могущественным И когда он увидел Что Браман Васишка Могущественнее его Что Браман в принципе могущественнее Кшатрия Воинов Он захотел стать Браманом Но вот из амбиции Сколько он стремился к могуществу Он говорит Вот это более могущественное Браманом лучше быть И он решил стать Браманом С Васишкой они враждовали Первое время Был конфликт И царь хотел подавить его силы Этот конфликт Поскольку у него есть армия И военный характер А Васишка Он очень смиренный Браман Ученый Но поскольку Браман Защищает сам Господь Васишка оказался сильнее Победил всю в армию В армию В одиночку Какими-то ситхами Способностями Одолел Ишамед Любитая двух сил Ишамед Был поражен Способностями Брамана Васишки И тогда он подошел К нему и поклонился Полностью потерпев поражение Он признал его могущество И сказал Прими меня У меня ученики Научи меня Как стать Браманом На что Васишки Сказал Зачем Тебе нет необходимости Станиться Браманом Совершенство Ты можешь достичь Оставаясь Кшателем Следуй просто Своей природе Не нужно менять Своей природе Это практически невозможно То что ты говоришь И не нужно это делать Каждый может Затковаться тем Кто он есть По природе вещей И достичь совершенственно Таким путем Зачем ты хочешь стать Браманом Это очень сложно Это все равно Что умереть И родиться заново Ты же не выдержишь Такой практики Но Вишендр был Настолько решительный Воин Он не уступил Он сказал Нет Я готов пожертвовать Чему угодно Жизнью Царством Чему угодно Я хочу стать Браманом Ну хорошо Шама Дама Табо Шаучам Есть качество Брамана Как тебе обрести Как тебе обрести эти качества Брамана Садись медитировать На верховный Браман И когда ты Овладеешь Медитацией Будешь связан с Браманом Ты приобретешь качество Брамана И станешь Браманом Садись Садись Ставить эти асаны Пранаями В конце концов Оторвать Чувств От объекта чувств Умерщвлять Своё тело Впадать В какое-то состояние Набиоза На тысячи лет И Вишвамидра Он был очень Дешительный Он так и сделал Он последовал Семнадцатур Я не могу Я стану Браманом Любой сыной И он ушел В горы Нашел пещеру И погрузился В медитацию Ом Если не повторяете Слов Ком Вы не сможете Долго сидеть спокойно Даже Если не повторяете Харе Кришна Мантру Вы не сможете Успокоить Слов Маха Мантры Нам нужна сейчас помощь Мы сами С умом не справляемся Мы не управляемся С умом настроением Нет Люди становятся Психически больными Но они не способны Выйти из состояния Сами Поэтому Ом Маха Мантра Нужна Я так даю Рекомендации Как Как оторвать тюм От этих беспокойств Двойственности Как выгрызть В медитацию Вглубь себя Я еще Ветро последовал Этому совету И иногда Время Посылал Телеграммы Вос hav Ну как Я верю И это делаю Так Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк Васишка, отточняет, тюк-тюк, 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 нет, нет, еще долго, посиди еще. Немного не могут так, без сотовых телефонов. Если повторите Харикришна-мандру, то тоже так можете, конечно. Сразу увидите, что тут тоже Харикришна повторяет, сразу заметите. Я не очень хорошо повторяю, кстати, по-моему, это не квалифицировано. Сразу поймите уровень, просто услышав, как кто поет Харикришна-мандру, сразу уровень оцените. Без всяких аналиста. Такая квалификация есть те, кто повторяет Харикришну. Тот, кто Харикришна не повторяет, никакой квалификации такой не бывает. Еще 10 тысяч лет. Не думайте, что пока вы повторяете Харикришна-мандру, можете почувствовать, что вы трансценентная. Пока вы Ом повторяете Харикришна, но если вы не повторяете, вы можете стать нетранценентным снова. Поэтому, когда повторяете, может показаться, что вы уже трансценентные достигли освобождения. Поэтому снова телеграмма через еще 10 тысяч лет. Похоже, что я уже трансценентный. Мой гуру Махарач, я здесь, не забывай меня. Прошло 20 тысяч лет, не забыл меня еще. Харикришна-мандру или нет? Я все еще по твойным людям или как? 20 тысяч лет, шутка ли? Ну, Васишка отвечал, я здесь, не беспокойся. Все вижу, все понимаю. Нет, ты еще не Браман. Продолжай. 30 тысяч лет. И до того, как человек достигнет Брамана, освободится, не думайте, что так просто отпустят окружающие силы. Если даже Бог согласен, вас проверят сначала. Здесь есть специальная группа проверки, комиссия есть такая, которая будет тестировать. Это искушение человек испытает всевозможное. Потому что в его сердце остаются тонкие материальные желания. Он должен пройти через испытание и полностью уже очиститься, полностью отказаться от этого времени. В это время Индра обратил внимание на Дишамитру, царь полубогов. Как только он посмотрел, он сразу понял. Очень сильный. Слишком сильный. Он скоро станет таким же, как я. Даже сильнее. А если он станет сильнее меня, он меня сместит. Надо что-то делать. Он позвал Менаку. Не ведите меня до Менаку? Вы даже не пытаетесь. Иначе духовная практика закончится. В тот же момент. Это райская женщина. Здесь у нас простые женщины. Можем смотреть и смотреть иногда, как хотим. Но на Менаку вы не можете не смотреть. Если раз вы видели, все, комец. Все, это вкус. Это очень высокий вкус. Вы не сможете забыть его. Вы будете поначалу видеть Менаку, вы будете имя Менаке повторять вместо аллергичного названия. Вы полностью погрузите сознание Менаке. Будете изображать, молиться и начнете. Это влюбился человек называется. И он про все, про Бога забудет, просит нас, Менаке. У Индры есть такой арсенал. Менаке, сходи туда, к этому йогу. Остановил медитацию. Все, что тебе нужно, просто покажется перед ним, чтобы он крыл глаза. И все. Ничего сложного. Никакой философии. Не нужно опровергать его философию, его прав. Не нужно кончивать. Просто подойди близко. И скажи, Харе Кришна, я здесь. И все. Как только глаза откроют, все кончится. Он забудет про медитацию, про то, кем он хотел быть. И все сразу. И Менаке, она знала этот искусство. Знаете, они знают, как это делать. И Менаке появилась там, в той пещере. Райская блудница. В прекрасных одеждах. И когда она еще издалека стала подходить туда, в область слуха, донеслось до ума бешамитры какие-то такие нежные, нежный такой звон, знаете. Удивительный такой нежный, проникновенный звон. Это колокольчики были на их стопах. И он за 20 тысяч, за 300 тысяч лет уже забыл многие вещи. Но звук этот привлек, он не знал почему. Какой красивый звук он поднял. Он стал приходить в себя во внешнее сознание. Дременака подошла ближе. И ваю, ветер, бух ветра, поднял ее одежды. Харик Рюч. И Шаматер сначала даже не понял, что произошло. Он, конечно, забыл про женщину, про все на свете. Но объект, чувств, этот вкус был ему очень знаком. И он пал. Он на самом деле забыл и про Васишту, и про йогу. Стал жить в обычной семейной жизни. Даже не знал, как это произошло. У нее дочь родилась, Шакунтала. Интересный красавец в истории. Макапарты, она известна. Великая женщина. Но только потом он понял, что он уже не йог. Что он хотел быть браменом. Что он медитировал 30 тысяч лет. Потом он вспомнил об этом. И разгневался на медоку. Он на медоку не спрашивал. Он так разгневался, что выгнал ее из дома и сам ушел в другую пещеру. В более глубокие пещеры, в более труднодоступные места он зашел, продолжал медитировать. Уже с опытом, с гневом, знаете, поступил к медитации еще 20 тысяч лет. Масишка, ну как дела? Я еще не брамен, нет? У меня были проблемы, но я продолжаю. И все равно я не уступлю, я настигну свои цели. Нет, нет, ты еще не брамен. Подожди еще. Общая сложность 50-30 лет. Идра, посмотрел, подумал, нет, это серьезно, нужно что-то делать. Послал вторую. Я не помню, как ее звали. Звали, потому что уже в прошлом. Настоящего ее уже нет. Она пришла куда еще более красивая, чем медок. И Вишеметра уже помнил, опыт имел. Колокольчики приятные. А, все приятно, начинается, понятно. Потом вообще молния. Молния между глаз. Когда видишь форму женщины, все с тобой. И он понял, а, все по той же схеме. Опять полубоги мешают мне. Он при глазах увел эту красавицу. Так разгневался. А все его вожделение перешло в гнев. Он проклял ее одним словом. Плутыми словами. Стань камнем. Потом в гневе она отказала. Потом говорит, ну была когда-то. Сейчас не знаю, что с ним. И когда он это сделан, сам удивился. Откуда такое могущество? Я еще не браман вроде. Васишка не подтверждал мою квалификацию. И вот я говорю, уже это происходит. Похоже, я приближаюсь к этому уровню. Васишка, я браман? Нет, ты только что разгневался. Ты не контролируешь чувства еще. Еще 20 тысяч. Как в этом стихе написано? Можно воздерживаться от чувственных удовольствий. Но вы не забудете их. Даже в следующей жизни. Вы вспомните. Нужно ли кого-то учить? Как общаться в дум противоположных палатках? Каждый знает. Откуда спрашивается? Это делали уже множество раз. И это сохраняется в форме вкуса. В форме желания. Это желание есть даже у детей. Оно не так развито, но оно есть даже у детей. Мальчики и девочки тоже имеют неразвитые такие вот тенденции, такие склонности. Есть у каждого человека. Но при этом веры говорят здесь. Кришна говорит, что есть высший вкус. И это единственный способ забыть ниши вкус. Вот на этом построен принцип духовного развития. Для духовных людей это просто. Для неготовых это трудно. Заниматься штангами это очень трудно. Ограничивать свои чувства не нравится человеку. Поруба подает пример. Больного человека, которому нужна диета. Нельзя есть вкусную любимую пищу, потому что вы больны. Жареное нельзя есть. Слишком соленое нельзя есть. Вы придете есть без соли. Просто сырую пищу. На пару приготовленную. Без масла даже. Какого-то количества. Ни вкус. Нет никакого вкуса в этом особенно. И больной идет на эту диету, потому что он хочет избавиться от страдания. Ради этого он принимает диету. Не потому, что ему это нравится. Он сохраняет вкус. Думает, когда я выздоровлю, я снова начну есть. Это мой любимый пища. Он только ждет. Когда же я выздоровлю? Чтобы снова приступить к той же самой диете прошлой. Потому что это главное его в жизни. Снова наслаждаться этим вкусом. Если вы никогда не пробовали спиртное, у вас не будет тяги к нему. Если вы никогда не пробовали курить или принимать наркотик, у вас никогда не будет тяги к нему. Но как же люди это делают? Этот вкус какой-то переносится. Можете сами не пробовать наркотик. Можете пообщаться с тем, кто попробовал наркотик. Смотрите в его глазах, в его поведении, подумать, как интересно, как удивительно. Я хочу испытать это состояние. Он переносит этот вкус. Стимулирует нас, толкает нас, как и дети. И когда мы уже испытали этот вкус, все, мы уже не можем его забрать. Мы в клину этого вкуса. Потому что он выше, чем что-то другое. Как один юноша мне сказал, который сидел на наркотиках, и несчастные родители не знали, что делать, спрашивали меня, может быть, как-то его чем-то увлечь, чтобы я, типа, духовный человек. Я пытался, потому что я знаю, что если человек искренне заинтересуется Сынами-Кришну, он нас дает наркотик, потому что Сынами-Кришну выше вкус. И мы с ним просто разговаривали, он оказался очень хороший мальчишка. Качественно хороший. Он был уважительный, пощитивно разумный. Все было хорошо. Но он пристросился от наркотика. Он мне сказал откровенно, что даже не сомпоседе вот этот вкус меня сильно притягивает, а то, что там интересно в этом состоянии. Там интересные предметы выглядят, все по-другому, запахи, там все интересные. Здесь в этом мире после этого неинтересно, скучно, не знаю, чем заняться, ничего не привлекает. Безвкусно, безжизненно это все. Мертвое какое-то. А там жизнь больше. Вот поэтому. Ну займись творчеством. Это помогло ему на какое-то время. Он сказал творчество, он стал подривали кришном мантру. Какое-то время он забыл об этом, не знаю, пока был вкус. И как только он прекратил делать, он снова вернулся к старому вкусу. Поэтому здесь говорится, нужно утвердиться в высшем вкусе. Достичь его и утвердиться в этом вкусе, чтобы не возвращаться никогда к старому. Например, высший вкус – это абсолютная истина. Превыше всего бытие Бога – это и есть высший вкус. А что еще? И есть и раз, как если вспомнить, что говорят лидические книги, например, о Махапарате, насколько я помню, то если взять человеческое счастье и умножить в сто раз, взять счастливого человека земного и усилить его счастье в сто раз, это будет счастье Индры, Царя Небес. Нет, нет, я не тороплюсь. Это будет просто обычное райское счастье. Рай, обычный рай, житель рай наслаждается. В сто раз примерно больше, чем обычный человек испытывает блаженство. Если же в сотню раз усилить его вкус, это будет наслаждение Царя Рая. Если в сотню раз увеличить, умножить наслаждение Индры, этим наслаждается Господь Брама. Трудно представить, какое счастье испытывает на этом уровне живое существо. Но если в сотню раз усилить блаженство Брамы, это будет уровень измерения Шивы. Шива выше. Его не привлекает даже деятельность Брамы. И если усилить в сто крат наслаждение Шивы, что невозможно представить, примерно можно понять, что такое бытие Вишну абсолютно истинный источник всего. Значит, высшее бытие, высший вкус — это Бог. Бог — это тот, кто наслаждается больше всех, выше всех. В наслаждении могущество превосходит всех. Он — высший контролирующий и высшенаслаждающийся. Ишвара, Парама, Кришна, Парама — высшенаслаждающийся. Ишвара — управляющий и контролирующий, наделен, обладающий всеми энергиями, безграничными. Без ограничений. Абсолютно все подчинено. Значит, высшее счастье — это бытие Бога. И вот Бог. Кришна говорит, Бага Водите, кто-то познает это моё бытие, кто познает моё рождение, или уход из этого мира, или мои деяния, он говорит, деяния, он больше не рождается здесь, он освобождается от рождения. Нет необходимости продлевать столоматериальное существование, потому что больше того, вкуса нет. Мы познали деяния Господа, его приход в этот мир и уход причин. Этого достаточно. Это называется лива, игра, его игры, потому что он не работает, его деяние не является работой, изнурительной, трудом, или вынужденным трудом, как в нашем случае, мы должны худиться, а работа доставляет некоторую аскезу, трудности. Трудно, труд – это слово трудно. И наоборот. Нам приходится трудиться, хотя это трудно. Он никогда не трудится в этом, он играет, он наслаждается. И тот, кто познает вот этот вот вкус, наслаждение, игр Господа, сам вступает в его игры, уполномачивается, и больше никогда трудиться ему больше не нужно, чтобы продлевать материальное существование из жизни в жизнь. Мы трудились в прошлой жизни, и мы снова опять трудимся, потому что мы продлеваем этим трудом новое материальное существование. Мы вступим в новую жизнь с запасом этой кармы в этой жизни. Сейчас мы накапливаем карму, чтобы родиться в следующей жизни. И вот Бог, Он играет со своими друзьями. Не один же. Вы спросите у Него, что есть друзья? Очень много. Безгранист. Очень много друзей у Него. Но это раса называется. Вкус отношений с Богом. У Него нет друзей, конечно. Нет никого равных Ему. Но вкус отношений такой существует. Кто-то считает его своим другом, потому что испытывает сильное влечение к нему. Дружба означает равенство. В этом вкусе живое существо как бы равно к нему относится, то уполномачивается. Потому что это великий вкус. Не просто вкус. Это великий вкус. Раса. Их пять раз существует с Богом. Пять отношений. Нейтральные служения, дружба, родительские и супружеские. Это все раса вкус называется. В мире возрастание человечества. Выше всего супружеское. В начале шанта нейтрального раса. Выше служение, выше дружба, выше родительское. И на самом верху супружеское. Супружеские вкусы. И раса означает великий вкус. Это не тот вкус, о котором мы сейчас можем думать. Например, вы чем-то заняты, у вас повседневные дела, вы увлечены, вы не обходим по поводу какие-то обязанности. Вдруг? Вдруг к вам приходит какой-то очень дорогой, даже любимый человек, появляется внезапно. И в этот момент вы сразу все забываете, чего занимались дальше. Все. Все полное внимания. Вы на этого человека полностью забыли вообще, с чем нужно, что дальше идет. Вообще ничего не нужно больше делать. Стоит момент, вы чувствуете расу как-то. Это раса. От которой отказаться невозможно. Раса – это то, что поглощает нас полностью. То, что вы забыли забыть обо всем остальном называется раса. Великий вкус. Великий вкус. И вот для великих преданных, которые становятся другом, Кришны – это великий вкус. И самое главное – дружеские отношения с Богом. Они постоянно думают об этом днем и ночью. Что бы они ни делали, они думают о Кришне. О его дружбе, о его словах, о его играх, поступках, его взглядах, о их баховерительных отношениях. Это главный в их жизни. Бхакти-йога. И Кришна играется на равных. Конечно же. Конечно, в этом случае Бог уполномачивает их, что бы на равных. Никто не равен Богу. А веша называется. Он деляет их энергией и разумом, чтобы понимать его желания и исполнять его желания. А он исполняет их желания. Вот это заключается дружба. Это же недюжный интеллект нужно иметь, чтобы понять желания Бога и исполнить его желания. И друзья Кришны прекрасно понимают его желания. А он прекрасно понимает их желания. Это соревнование называется лил. А так оно и продолжается. Эта дружба углубляется удивительным образом. И так как эти уполномоченные души, они играют с Богом, они могут играть в прятки, в догонялки. Они могут поражать каким-то животным и птицам. Иногда они надеют канат между его пальмами на огромной высоте и ходят там, чтобы порадовать Кришну. Балансируют. Накачаешься на ядру пальмах, это в канатный театр. У них очень отважные, потрясающие игры. Иногда они убивают демонов вместе. В материальном мире, если это по-настоящему, в духовном, ну, играют в такие игры. Там невозможно никого убить. А здесь есть демоны, иногда они с Кришну подталкивают, чтобы он убил этого демона. И они участвуют в этих играх тоже. Это их забавы с Кришной исключительно. Никто, можно, об этом даже не знать в других расах, чем там они занимаются. Для всех остальных они просто пасут телят, играют там, на галуте у ребят. И вот в разгар такой игры, когда Кришна даёт друзей, появляется мама Ишода. Вообще, кто-то скажет, так как он появляется? Вообще, и Бог там играет. Со своими друзьями кто-то появляется. Как он может появиться? Кто позволяет им появиться? А, это мать Кришны. Её раса выше. Дружеская. Родительская раса. Она так любит Бога, что вообще забыла про Бога. Она думает, мой сын. Она, наблюдая за каждым его шагом, она кормит его пищей только такой, которую приготовит. И никто не может приготовить что-то другое, Ещё она всё контролирует. Она его одевает, как необходимо. Она его обучает. Она оберегает, она полностью поглощена его бытием и желанием. Это родительская раса. Бхакти-йога в расе Вацалия. Называем. Вацалия раса. Родительская раса. Когда Ешода появляется, она вообще не обращает внимания на друзей его. Она говорит, Кришна, иди сюда. И сразу же все мальчики-пастушки пугаются. Ох, Ешода. Беспомощь не становится. Её раса выше. Её любовь сильнее. И Кришна немедленно смотрит на Ешода. Оп. Что он подчиняется любви. Он становится, как марионетка. Он уже не может играть с друзьями. Говорит, что, мама, я здесь. Иди сюда. Пора обедать, она говорит. Я тебе сейчас буду кормить. Друзья, она же не на шутку пугается. Сейчас она заберёт Кришну. Наша дружба, наша игра в своём разгаре вот Ешода появилась. Она сейчас точно заберёт Кришну. Он говорит, Кришна, если ты пойдёшь сейчас в Ешоде на обед, с Ешоде на обед, мы с тобой больше играть не будем. Они хотят, чтобы он уходил. Они пугают его. И Кришна между друзьями и Ешоды не знает, что делать. И тут начинается лива. Он говорит, что знаешь, что нужно делать. Но внешне сбивается с толку, потому что две пхавы, две расы, именно между двумя расами находятся. Вы не можете кого-то обидеть в какой-то раз. Кого-то оскорбить в какой-то раз. Сказать, а вы всё равно ниже под укишодью. Не-не-не-не. Они должны думать, что это самое важное для Кришны. Я самый важный для Кришны друг. И что я самое главное для Кришны мама. Каждый так из преданных думает, что я самый важный, если я самый важный, я самый важный. Кришна поддерживает это умное настроение у каждого. Нет второстепенных никого. И тогда друзья говорят, видя замечательства Кришны, он уже поел, еще да. Как это может быть? Я кормлю Кришну. Это мое право. Никто без моего дозволения не может кормить Кришну. Я управляю эти процессы. Я контролирую это все. Что он ел? Где он ел? Все перебугались с такой строгости. Да он просто поел глины, наелся уже. И что, ты еще больше пугаться? Глину. Что же вам не скажут люди вообще? Вся Вселенная, что мне скажут? Мать Бога, кормит его глиной вообще. Не кормит его, он должен глину есть на улице смотреть. Она плохо любит, плохо заботится, она чувствует, что ее расто под угрозой. под угрозой критики. Все священные писания будут писать об этом, что Ешода не кормит Кришну. Вся парампра скажет, что Ешода не кормит Кришну, и не вынужден Господь питаться глиной вознедавая. Нет, я защищу репутацию этой расы. Я докажу, что я преданная Кришне. Ну-ка, иди сюда, она говорит Кришне. Ты что, ел глину, мальчишка? Ты что, беспризорный? И Кришна не на шутку испугался любви Ешоды. И он говорит, нет, мама, я никогда не ел глины. Он лжет, смотрите. Вы слышали, Бог лжет. Но на самом деле, его положение, как Бога, таково, что он никогда не ест. Но он испытывает голод от этой песни. И жажда. Ему не нужно есть. У него есть принципы еды с назового глины и обороны. Не руководствуется этим. У него другой принцип. Поэтому он сказал правду Ешоде, уже опираясь на другую природу свою. Не на разку, а то, что он Бог. Я не ел глину, он сказал. Нет, Если ты не ел глину, открывай рот. Я посмотрю. Он же может лгать. И что ты думаешь? Она не доверяет ему. И вот тут Кришна открывает рот. И Шодана внимательно заглядывает туда, и что она видит вселенскую форму. Все вселенные, все планетарные системы, все живые существа, огунные материальные вроде время, пространство безграничное. И знаете, что он чувствует? Ее раса под угрозой. Она не может это связать с тем, что ты и услышишь. Потом она фактически начинает терять сознание. И она не принимает это. Она отказывается, говорит, ой, 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 что-то со мной. Она не думает, так он же Бог. Если она так подумает, раз окончится. Как буду любить ребенка, если я буду думать, что это Бог, я не смогу больше заботиться о нем. Потом она думает, она думает, нет, нет, что-то со мной не то, что-то со мной не то. Надо помолиться Богу. Надо помолиться Богу. Когда Арджуна вил селенскую форму, он стал прославлять Кришну. О-о-о, сказал, владыка, владык, он безграничный, абсолютно истинный, а пока он тебе тысячу раз со всех сторон стал объяснять такие вещи удивительные. А я что-то сказала, что-то со мной не то. Она не захотела принимать, что он Бог. И она на два молиться Бога и стала обращаться к Богу. А Бог перед ней стоял в это время. С открытым ртом. И там внутри показывала вселенскую форму. Показывала потрясающие деньги. Нет, как это называется? 3D. 3D. Примерно название 3D. Ну, Кришна, больше 3D там, конечно. У нас 3 хотя бы 3D есть. Уже можем восхититься, что 3D могло потрясающе. Это было лучше, чем 3D, конечно. И вот когда она взмолилась к Богу, Кришна сказал вдруг детским голосом, «Мама, я хочу есть. Ты что тут теряешь сознание вообще? Я есть хочу. Иди, корми меня». Она, слава Богу, мой сын, все нормально. Все теперь в порядке, пошла на кухню. Это раса родительская. Но когда Ишода укладывает спать вечером, Кришна притворяется спящим. Как только Ишода выходит из комнаты, он в окно упрыгивает и куда-то под ночами бегает. Есть еще одна раса. Он ее вскрывает. Впереди Ишода стесняется эту расу. Ишода не знает бегать к девчонкам. Эти девчонки в прошлом все великие мудрецы, совершавшие аскезу много жизней, чтобы войти в эту расу с Богом, танцевать с ним, смотреть на него, спорить с ним, обрекать любовно в чем-то. Чистейший духовный раз, самый чистый духовный и возвышенный рас — это супружеский рас в дополнительном мире. Материально веренно отражается по-другому, она искажается. Поэтому есть огромная разница между деяниями Бога, деяниями человека, хотя внешне как отражение очень точно похоже. Мы бы сказали точно так же, как и здесь в этом мире родители общаются с детьми, и они делают то же самое. Они ругают их, они едят землю, говорят, откроют рот, они контролируют их. И дети боятся их. Форма внешняя там похожа. Но внутренняя суть совершенно другая так же, как отражение отличается от оригинала точно так же. Никакого ничего общего в этом нет. Это просто отражение. Больше ничего. Поэтому наше рождение, наше деяние, наши поступки и знания — это просто отражение. И если бы это было ясное отражение, это было бы полбеды. Мы бы могли по ясному отражению иметь картину реальности. Но это отражение искажается нашей кармой силой. И мы не можем узнать, кто такой Бог. Даже врачей собственному интеллекту, собственному уму, даже наблюдая этот мир, сколько нужно совершать аскет, сколько нужно сделать открытие, чтобы догадаться, что есть какой-то высший раз на человеке. Это очень трудно. Снять все эти ложные представления и покрытия. Как великие мыслители не приходят к этому результату. в Баговодлите описывается. Все великие мыслители, которые совершали аскезы много-много жизней, изучали очень долго велические писания, медитировали на Браман тысячи лет и тысячи жизней, они приходят к осознанию Бога. Как? Их заключение таково. Бог это тот, кому мы все должны поклоняться. Вот он вывод. насколько же велик этот разум, насколько же велика эта личность, естественно, мы начинаем выражать ему поклон, почтение. Это высшая сила над всем сущим. Это дружественная сила каждому живому существу. Любящая сила и справедливая сила, творящая семья. Это можно бояться, это можно любить, это можно уважать, но это нужно признать и уважать, почитать. И все великие мудрецы пришли к этому году, это то, чему мы должны просто поклониться, потому что объяснить это нельзя, невозможно. Но этому можно выразить почтение. Вот это выражение почтения есть признак великих знаний. Поэтому, когда Кришна приходит в свое окружение, это атмосфера почтения, потому что все уважают абсолютную истину близком окружении Кришны, все знают. Это атмосфера любви, почтения, уважения и уютных игр, где дья. Друзья иногда говорят, Кришна, давай так. Они все делают для того, чтобы ставить им удовольствие. Наделены такой энергией. Давай бороться. Вот я с тобой. Посмотри на руки, видишь? Тебе не страшно? Давай схватимся. Если ты меня на лопатке, то я тебя везу на своих плечах, вон до того дерева. Падет? Кришна говорит, пойдет. Но из дядиного папки, ты меня везешь, вон до того дерева. Договорились? Договорились. И начинается схватка. И все друзья окружают и болеют и болеют кто за кого. Не все за Кришну болеют. Очень удивительная вещь. Потому что Кришна любит служить так же своим предам. Иногда он побеждает и его везут на плечах. Он радуется. Давай быстрее, быстрее. Еще немного. От этого дерева договорились. Точно как дети делают. Но если его кладут на лопатке, он так же бежит. И кто-то на саясь его ногами. Вы представляете, что тот еще залезет туда ногами? Это объять почтения. Почему Кришна допускает это? Скажите. А потому что его не там привлекает почтение, как близкая любовь. Пропада привел пример нитарь крепенности, как Арджуна и Кришна однажды друзья. Ну Арджуна тот герой Хабхарат, которому Бхагавадхита было рассказано прямо лицом к лицу. Непосредственно ему Кришна все себе рассказал, дал этот высший вкус. Они друзья, они много путешествуют и много общаются в личной жизни, а друг о друге знают все, как друзья. И они где-то путешествовали на колеснице и полдбоги заметили, что это Кришна Арджуна. Кришна пришел сейчас, он аватар, он спустился на землю, и вот его спутник Арджуна, это удивительно две личности. Бхагаван, со своим спутником и полдбоги они проявились вдруг во всей посредине. С огромным почтением зазвучали гимны, райская музыка, посыпались цветы прямо с неба. Все запели в яичке гимны торжественно, как гимн советского света. У Кришны тоже есть свой гимн. Чинь-та-ма-ни-пра-ка-ра-сад-ма-су-кал-па-врик-ше-пра-ма-смита можно петь, знаете, это такой гимн, гимн духовного мира. Красивейший Брама это написал, сказал. Брама Санхитова написывает духовный мир, потому что он потом с этого духовного мира списывает творение этой вселенной. Благодаря этому он знает, как творить, он знает, что такое духовный, что такое оригинал. Если мы никогда не вели оригинал, мы не можем творить. И такая торжественная атмосфера возникла. Представьте себе, такое торжество, все сферы вселенной запели, цветы посыпились, ангелы стали подпевать, танцовщицы стали танцевать, барабаны, райские инструменты, все стало звенеть, просто ликовать вокруг. И Аджуна так гордился, рядом стоял, рядом с Кришной, что такой друг оказывается великий. Все его знают, все его почитают, как только увидят, сразу же почтение выражают. он стал поправлять одежду, чтобы выглядел хорошо перед голубогами, и стрях пыль в пыль, упавление пера, потому что они запылились, пока я глядю, на колеснице. Это выважают. Что Кришне больше нравится? Эти гимны голубогов или вот эта дружба с Аджуной? Это вопрос. Его не так привлекают молитвы, не так привлекают аскезы, когда нас лишаем. Как чистая пременность. Это близкие отношения. Если мы хотим получить полномочия от Бога, мы должны просто дружески к Нему расположиться и все. Это необходимо. Преданность тоже начинается с того, что мы дружески к Нему относимся. Благоприятно, а мы не контикуем его, уважаем его, как самым близким моего друга. Я, конечно, не могу быть близким другом, но он близкий друг каждому нужному существу. Я должен отвечать дружеским образом. Он не чужой меняет на самом деле. Мы начинаем с дружеских отношений. Как только мы начинаем с этих отношений, у нас появляются шахти. Шахти Авеша Аватар. Знаете, что такое Шахти Авеша Аватар? Шахти означает энергия, а Веша наделенный. Эту энергия спускается, Аватар. То есть Кришна сам лично наделяет энергии такого человека для дружбы. Сразу я начинаю понимать, что мне говорить и что мне делать. И она еще непонятна. И если Кришна открывает себя и дает какие-то знания, становится понятно, что говорить, и как поступать, и что делать, таким образом он говорит, что я не позволяю своему преду оставаться в невежестве, я знанием рассеиваю изнутри сердца невежества у него. Он начинает понимать, что делать. Если другу Макараджи, который когда впервые видел Бога в своей медитации, он не знал, что делать. Он оцепенел на это он. Он не знал, что говорить, куда смотреть, уходить или оставаться, но он просто оцепенел. А Господь был так доволен его оске, он улыбался, имел четвергрукую форму. И в одной руке у него была раковина, в другой была сударшана, в третий был лотос, в четвертый булава. Это его вечные атрибуты. И раковина коснулся лба другу Макараджи, который был тогда еще ребенка, пятилетом ребенка. И когда коснулся лба своей раковины другу Макараджи, тот заговорил воздушные молитвы и стал произносить. Он сразу ожила его речь. Дадали будьте йогам там я нам пэйти те, кто приходит ко мне сами. Наделяю этим разным человеком. И все начинается с того, что человек должен не сомневаться, что друг это высший доброжелатель, Бог это высший доброжелатель. Это друг всех живых существ, это дружеское расположение. Это вкус самой главной в жизни. Один премьерный мой знакомый он пишет книгу профессиональный писатель. Он хороший писатель. Его книги сразу раскупают. Он живет не в России, но он русскоязычный. Он рассказывал мне одну историю о себе. Он поехал в Турцию. Сестра позвала его. Сестра ее родственники, ее муж, племянники. Попросила, чтобы на месте не поехала в Турцию. А он не был никогда в Турции. Вы знаете, что это страны, это не светские страны. Они соблюдают законы шариата. У них государство так устроено. И вот мы жили у одного человека, который местный. Мусульмане. Пять раз надею намаз, все это делаю. Все так шутят. Я вдруг смотрю, через как-то время, наблюдаю, и вижу, что люди какие-то все радостные. Если идешь по улице, на встречу кто-то идет, они углупнутся друг друг другу. Доброжелатель, с улыбкой, много улыбаются. Я сказал, какие-то у вас такие люди кругом, добрые, хорошие этому хозяину. Видимо, потому, что вы Богу молитесь так часто, намаз повторяете, поэтому так у вас здесь хорошо. Он говорит, ну, сейчас что хорошо, это обычно. Он говорит, все улыбаются. Ну, обычно, обычно дело, что все улыбаются. Но я говорю, что все странно. А для него привычно. Он говорит, ну, вообще-то я бы хотел жить где-нибудь в Европе, скажем, во Франции. Дети получили образование так хорошее, западное. А я спрашиваю, для тебя Бог какое значение играет в жизни? Он говорит, ну, как какое? Главное, конечно. Ну, Бог это главное. От Него все. Мы с Богом умолимся, с Богом связаны, потом все остальное мы можем делать. А там преподаватели будут учить это и измом. Там светское общество, там сомнение заронят. Там все сомневаются, даже горюющие люди. Ну, что? Я их дом буду учить, Коран читать, молиться будет. Ну, пойми, там в школе преподаватель скажет твоему сыну, что человек подошел от обезьяны. Он говорит, перестань. Вот я не ожидал такого. Он не знал об этом. Он говорит, перестань. Это не шутка. Это программа образования. Все детей обучают в западном мире, что человек подошел от обезьяны. Говорит, ну, что ты мне разыгрываешь? Я тебя не разыгрываю. Это ученые доказали, западные ученые. Да как ученые могут глупо искать? Перестань. Я позвал сестру, позвал северсового рода. Он говорит, скажите ему, что я говорю правду. Я не шучу. Там в школе научат его детей, что человек от обезьяны подошел. Он говорит, так и не поверил. Все равно об это все так нет. Говорит, нет, ученые не могут что мой предок обезьяна. Как вы чувствуете связь? Нет. У нас другой предок. У нас предок Ману. Есть царь обезьян. Он является пращуром этих обезьян. А у человека есть свой предок. Это человеческое существо. Откуда, спросите? От более высших существ. Они знают, как это делать. Если вы посмотрите эмбрион человека, как он развивается, это интересно. Нам рассказывали по науке биологии, я помню. Если я неправильно помню, поправьте меня. Но я помню одну вещь. Что он проходит фазы развития многих предыдущих форм жизни. Вначале он похож на рыбу. Даже жаберки есть. Или на развивающейся головастика, вот такой земноводный. Он проходит все эти фазы, как будто бы. Пока они остановятся на человеческие, а потом уже уходят наружу. Вот. Есть различные фазы. Мы не можем этим управлять. И вот есть управляющая сила. Если вы можете управлять, можете родить кого угодно. Кадру родила змеи, когда нужно было. Когда змей понадобится, она родила змеи. Кадру. Одна из цариц этой планеты. Это были змеи разумные. Это был вид змеев. От них он пошел. И так праджиопати могут создавать разные виды жизни. Человек сейчас не способен на это. Но в прошлом люди тоже могли что-то в этом делать. Они могли порождать очень хорошее потомство. Почитайте все Ураны. Вы увидите. Там только об этом речь идет. Кто кого породил. Это была главная деятельность праджиопатии. Населить мир определенным типом живых существ. Нужны демоны, нужны полугоги, нужны змеи, нужны птицы, нужны растения, нужны водоплавающие, нужны люди. У каждого есть свой прародитель. Но при чем обезьяна? Как обезьяна может планировать такие вещи вообще? У них же нет такого образования высокой. Она же это изучит все веды. Знать устройство вселенной. И знать значение человека. Так случается, что вот идете по улице дай-ка я стану доктором новой и стали. Похоже, так с обезьяной получилась. Она просто подумала дай-ка я стану человеком. Хотя его никогда не было до этого человека. Она уже подумала и захотела просто. и стала человеком. Ну, немножко потрудилась, конечно. Нужно было встать на ноги сначала, освободить две руки, походить там несколько тысяч лет назад их, привыкнуть к этому. Потом догадаться, что оказывается, можно в руку палку взять. Я читал такие книги в детстве, нам давали такие книги учителя, чтобы мы могли понять, как там жил человек. Там было написано, что это обезьяна. Она, когда тигр нападал на нее, так случилось. что тигр нападал, она на ветке сидела в это время. И она обронулась от тигра, ветка сломалась, в страхе вытянула руку с веткой вперед и убила ее тигра. На смысле вот так копьем. И подумала, вот что нужно. Вот так появилось копьем. Да, да, да. Я верил в это, тогда был человеком. Ну, как хорошо объяснено. Наверное, если бы я упал бы так точно, я догадался, кто же это был. Да, но я-то человек. Мне дано это понимать. С другой стороны, когда европейцы приехали в племя Бенгибу в центральной Австралии, на машинах, на вертолетах с часами и прочее, оснащенные какими-то радиотехниками, Бенгибу не обратили внимания ни на их машины, ни на часы, ни радиотехнику. Они так с копьями ушли в другое место. Не интересовались вообще. И когда самолеты пролетали над их небом, они не спрашивали, что это такое вообще. Не интересовались. Весь их интерес был в том, что найти ящерицу из Систы. В срубе там прям показано было, как они едят ящерицу, это их пища. Рядом машины, цивилизация, самолеты, а они просто едят в ящерицу. О, вот она. Какие самолеты? Что не самолеты вообще? Тут ящерица. Это называется вкус. Если мы сможем понять это слово вкус, мы сможем понять, как устроена жизнь. Если мы хотим знать, что такое деградация, значит, что просто потеря лучшего вкуса. Вот что такое воспитание. Воспитание значит, что прививается высший вкус постепенно. От низшего оберегают человека вкуса. Поэтому нельзя интоксикации, нельзя наркотики, нельзя незаконный сердц. Пока не получишь образование, пока не окрепнешь разумом. А когда окрепнешь разумом, можешь жениться. Там есть этот вкус, но у тебя же разум крепкий. У тебя ответственность появляется. Ты не можешь. Тебя это не отстревает. Тебя это возвышает. Соответственность. Но низший вкус означает, зачем ответственность вообще? Главное наслаждаться жизнью. Не так. Если молоко можно либо купить на рынке, зачем содержать корову? Зачем содержать жену? Если это можно купить где угодно. За деньги. Если речь идет о вкусе, они так и рассуждают. Если речь идет о вкусе, то зачем дети? Дети, они забирают все время. Понимаете? Аборты длимся. И снова наслаждаются вкусом. Да вообще нет никакой семьи. А самый лучший однополый брак. Вот там вкус-то вкус. Они прекрасно знают эти вкусы. Они наилучшие партнеры вообще. Не так. С позиции вкуса вот к этому все идет. Но это низшие вкусы. Это не высший вкус. Это деградация называется. Если мы теряем высший вкус, мы начинаем жить примитивными животными вкусами. Мы пошли в Луар в Париже. Я слышал, что Шапурпада был в Луаре. Тоже он интересовался этой культурой. Мы пошли в Луар, но меня интересовала эпоха Возрождения. Потрясающе, конечно. Это лучшее, что у нас есть в мире. Главный сюжет Ренессанса это Мать Иисуса. Главное. Не распятие. Вот это. Вот это повсюду. Вот это. Об этом люди думали. Метели этот вкус, они понимали. Вот это их держало. Все люди держались на этих отношениях. Мать Иисуса и жертва Иисуса. Все. Это все могут почувствовать, пережить, как и вот тут начинается какой-то вкус развивается высокий. А потом мне сказали, у нас тут еще есть один музей. Очень известный, не менее знаменитый, чем Лубр. Музей современного искусства в Париже. Понимаете? Там импрессионисты, постимпрессионисты, там кубисты, там модернисты, там еще какие-то исты. Там столько истов. А я художник, я это все изучал. Надо посмотреть, где оригиналы. И что я там увидел уже как бы после Лувра и уже в сознании Кришны, я увидел, что это просто не стоит делать. Там одни голые женщины в камне, на картинном кругу. Больше ничего, и все искусство показать голую женщину. Потому что любой дурак этим заинтересуется, почувствует этот вкус. Любой идиот сможет понять этот вкус. Понимаете? Голая женщина. И так нарисовано, и так нарисовано. Это для идиотов искусство просто. Я извиняюсь, это все мастерски сделано, конечно, и красиво сделано, но вкус-то какой-то. Это проводит в вкус, и в конце концов людей стало интересовать, уже живая натура просто выставлена, даже рисовать, но в ней витрины выставляют, разукрашивают, и даже не разукрашивают. И вот произведение искусства. Все. И подпись. Такой-то художник. Творец. Создатель. Это тоже есть. Конечно, это все красиво, как человек устроен, как он сложен, но нужно знать, как это правильно представить, что не было извращенных вкусов. И мы были вот из музеев современного искусства, мы там быстрее когда глаза и пробежали, ушки оттуда, конечно же. Но, конечно, много красивых вещей, как художники, я видел, я понимаю, что такое композиция, колорит, свет, линия, это все на высоком уровне. Может быть. Но это служит деградацией. Низшей вкус. А там в Лури самый посещаемый зал, где ажиотаж стоит. Одна картина. Ну, там еще несколько есть, что картин где-то чуть-чуть, но в основном одна картина выставлена. Вот примерно такой большой зал, даже больше. Для одной картины. Кто это? Ну, анализы там, да. загадка для всей нашей цивилизации, всего мира. Что за притягательный образ кто это? Что только они не говорили. Историки изучали этот образ. Нашли, что был такой исторический образ. Мона Лиза была, она была живая. Это женщина, да, на самом деле. Потом перевели ее в какую-то плоскость, реальную, вот этот образ с картины. И выяснилось, что если в реальную плоскость перевести, это будет урод какой-то. Будет очень некрасиво выглядеть в реальности. А на картине очень привлекательно. Как же так? Она еще чуть-чуть улыбается. И невозможно понять, что же там такое привлекательное в ней. Просто портрет обычной женщины смотрит, ножку выбавится, все, все сложило. Хорошо одета. Никакого мяса нет. Никаких ниже вкусов нет, что же такое. Загадка для ученых. Притом, сами же историки пишут, что Леонардо да Винчи всю жизнь был девственником, соблюдал Целеват. Его любовь была плотническая. Вы посмотрите на самом деле, что красиво. Даже с этой точки зрения, с материальной точки зрения, если расскажете. Вы просто получаете шок какой-то от эффекта, а потом привыкаете. А почему-то на мануализу люди смотрят даже сотни лет и размышляют об этом. Потому что недоступна эта сфера. Недоступна. Они потеряли этот вкус. И он что-то напоминает. А что? Непонятно. Даже ученые, даже психологи не могут понять, что это за образ. А это просто платоническая любовь, где просто нет никакого секса. Ну, практически никакого. Он об этом не думал, когда писал. Он любил этот образ. И все. И все. Без желания обладать. Было много богатых людей, которые видели эту картину. и говорили, сколько стоит. Я куплю ее. Мне нравится эта картина. Я ему, что купить, сколько стоит. Леонардо был хитрый. Он говорил, она не закончена. Она никогда не была закончена. Он писал ее всю жизнь. Он с ней общался с этим образом. Он жил с этим образом. И веки говорят, что на самом деле мы живем именно с образами. Когда мы общаемся, мы наделяем каким-то образом друг друга. И с этим образом мы живем. И когда этот образ не соответствует действительности, мы разочаровываемся и оставляем друг друга. Мы не можем поддерживать этот образ возвышенный. Этот возвышенный вкус. И здесь говорится как? Нужно обрести высший вкус. Нужно понять божественный образ. Потому что человек привлекает не только потому, что отражает Бога, так или иначе. Прямо не косменно. Только по этой причине нужно быть красивым, богатым, или прославленным, или очень разумным. Мы же знаем, что красоту мы не можем сами себе приобрести. Разум сами себе приобрести не может. И богатство сами себе тоже не может приобрести. Как мы можем себя сделать разумными сами себе? Это как во сне есть пищу. Мы создаем в уме образ пищи, едим. И что в итоге? Мы не можем есть? Нет, ничего. Иллюзия. Также люди пытаются стать и умнее, институты заканчиваются, и красивее, и салоны красоты. Вот во время кризиса, говорится, никогда они не разваливаются. Салоны красоты и похоронное бюро. Люди за все сил пытаются стать красивыми. Но у нас только один желудок, и мы не можем больше взять, чем изучает желудок. Мы не можем больше взять, чем позволяют им руки. Мы не можем обмануть больше, чем позволяет разум. Или наоборот. Нет. У нас есть ограничения. Если мы хотим расширить свои ограничения, мы должны обрести божественный друга. Божественный разум. Это очень удивительно, потому что божественный разум и материальный разум параллельны Можете не быть великим философом или ученым на уровне материального Но духовный разум можете иметь совершенный предмет Можете быть грамотным человеком, дворником просто Но при этом иметь совершенный духовный интеллект Можете знать Бога в совершенстве А внешне будет казаться, что человек просто дворник Параллельны, потрясающий момент Эти две параллельны не пересекаются Мы не можем судить духовность человека по его материальному положению По богатству, по его красоте, по какому-то интеллекту материальному Знаниям ученостей, нет Это пхава, она имеет совсем другую природу, нематериальную И вот это параллельное существование описывается Не соприкасается с материальными никогда Материально можно цепить и не заявить, что мы живем в этом параллельном духовном мире рядом Даже выполняя свои обязанности Господь читает сказал, аргумент, даст бы с вами Об этом Когда тот хотел сбежать из дома Бросить все и остаться с Господа читания Ну что, это вкус Это высший вкус Прямо Он сбегал из дома И родители нанимали полицию Гоняли за ним Привязывали Женили Что только они делали с ним Он был сын богатого отца Несу светового богатого Мультимиллионера Он не хотел ни денег, ничего Хотел только быть с Господа на читании И наконец Господа читания увидел его и сказал Ну что-то бегаешь отсюда Че, движка у себя как сумасшедшая Не так Оставайся где-то есть Но Веди себя подобно замужней женщине, которая влюбляется на стороне Как она, что ты будешь совершать? Да, да Замужняя женщина, которая влюбляется на стороне Очень сильно испытывает чувства И при этом она исполняет свои материальные обязанности еще лучше Чтобы муж не заподозрил Вот так и исполняет То есть параллельно Можешь заниматься материальными делами Но Думай обо мне Кришна Бога говорит То же самое Сражайся, Арджуна Иди на поле битвы Это твоя материальная жизнь Ты от нее не сможешь уклониться Если ты уклонишься, хуже будет только Не отказывайся от обязанностей Но думай-то обо мне Не о результате битвы Не о том, кто проиграет Туго и говорит Ни почему, и за что, и как Думай просто обо мне И тогда достигнешь совершать Достигнешь высшего вкуса Будь счастлив Вся ученическая преемственность Гуру Парампара Предназначена для того, чтобы просто передавать это счастье другим людям Знание Это путь счастья Путь к страданию Это невежество И невежество может выглядеть как знание Но Симптом страдания Если мы такие все ученые Почему же мы страдаем? Почему даже великие ученые страдают? Фрейд написал такую философию Но почему так страдал Всю свою жизнь? Историки говорят, что У него была раковая опухоль Пола с рта Я слышал эту историю Он курил сигарю Он и за рта не выпускал сигары У него не начался рак Когда доктор пришел, констатировал факт У вас опухоль рака в рту пола с рта Должны прекратить курить немедленно Должны пить молоко и прочее Прочее Дал ему какие-то рекомендации И вырезал Эту опухоль Фрейд испугался Перестал курить Но через короткое время Закурил снова Точно так же И снова повторилась опухоль И снова пришел к доктору И вырезал Дал ему наставление Напугало его И снова Фрейд бросил курить И снова закурил И снова появилась опухоль И так продолжалась Всю его жизнь И вот или он писал Свою философию Что каждый живет За что стремится к смерти К избавлению от страда Вот мы что должны понять Откуда эта вся философия берется Поэтому нужно вести Соответствующий образ жизни Если наш образ жизни божественный То и философия божественна То есть наши вкусы божественны То и наши слова И наши действия И все наше творчество Тоже божественны Поэтому это очень важный текст Кто-то скажет Это же трудно повторять Харикришна мантру Что нас кругов каждый день Иди больше И таки даже меньше И еще шестнадцать И еще четыре принципа Субтитра Хаббала Ладно бы один-два принципа Еще обошлось Но тут четыре Вот, понимаете Проблема-то в четырех Когда-то в Москве Мы давали лекцию студентам МГУ Об уровнях сознания Такие ребята попались Интересные Потрясающе Я вообще не хотел говорить много Они выудили сами вопросами Так было интересно И они сказали Почему, собственно говоря Они не преподают Этого института Кто-то что говорит Почему бы Да вот первый раз Мы же слышим об этом Так вас мутились На все Министерство образования Я говорю Погодите, погодите Вы не спешите Не спешите Если я сейчас вам все расскажу Я не все рассказал просто Если я все расскажу Вы сами откажете сейчас Отверните все, что слышали Это еще больше Что заинтересовало Конечно Я скажу Нет, говорите Раз уж так Мы выслушаем Мы не откажемся Обещаем Я говорю Обещаете Что не откажемся Не обещаем Но тогда расскажу Говорю Что вы познаете Эту науку Недостаточно Поступить в институт Нужно соблюдать Четыре люблюющие принципа Иначе мы ничего не поймем Так что же он не говорит Говорите Вы записываете Какие принципы Говорю Так вы можете все отвергнуть Нет Мне отвергнут Говорите принципы Первый принцип Отказ от мяса, рыбы и яиц Они долго не дули Нормально Есть же вегетарианцы Жить нужно Все Нормальный принцип Согласны Второй принцип Отказ от всех интексикаций Алкоголь Табак Чай, кофе Хорошо Хорошо Мы согласны Интексикация тоже плохо Водка Все Согласны Нормально Вы держали ручки Все Писали Третий принцип А значит Нагерин Махинация Ну Пробуем Подождите Четожный принцип Держитесь за стулья Гребкое Нужно отказаться От незаконного секса Все Как они положили Ручки Вся группа Практически Не сговаривались У всех Вопрос А что Такой Незаконный Где граница Закон Незаконный Законный Что такое брак Что такое брак Где законный брак Незаконный брак Сейчас же есть и гражданский брак И все что угодно В конце концов Мы сказали Что брак Означает ответственность На всю жизнь В этом браке Вы имеете право На отношения Чтобы быть хорошим Детей Все остальное Незаконный секс Мы сказали Да Мы понимаем Теперь Почему Это не во всех Что-то преподается Но это кажется Трудно Здесь говорится Об этом Это кажется Пока человек испытает Высший вкус Это кажется Вообще невозможно Но когда он испытает Высший вкус Это возможно Для каждого Если даже у двора Если он даже Невеликий ученый Невеликий йог Он просто предан Становится У него просто любящее сердце И все это достаточно И его вожделение Станется под контролем Оказывается Есть превосходящая сила Этого вожделения Высшийся Здесь конечно намекает Что это возможно Если обрести Вожжий вкус Мы утрачиваем Интерес к объектам чувств Которые путаем С абсолютной истиной Объекты чувств Водим на заблуждение Мы считаем Что это истина А это временные Форма Все что мы видим В этом мире Временная форма Не истинная форма И вина тому Вот этой энергии Заблуждения Этот ложный вкус Низший вкус Поэтому хорошо Если человек начинает Повторять Харикришна мантру Он быстро испытает вкус Очень быстро За несколько дней всего Он обретет этот опыт Уже сможет понять Что это за путь В какую сторону Маха мантра Великая Песня освобождения Очень могущественная Харикришна 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 Харикри Рама Харикри Рама 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 Харикри Харикри анекдот про кришну знаете кто знает это старый я просто хочу сказать для тех кто не слышал здесь новенький наверное прятанный кришне он живет в риндауне живет обычно все чистый прятанный или часто приезжают в риндаун это место игр кришна туда привил пять тысяч лет назад этот риндаун существует и сейчас и туда паломники приезжают я там бываю примерно два раза в год потому что там можно освежить свое сознание кришне залить батареи и вот этот преданный едет значит к папе римского поговорить и заходят в кабинет а там много телефонов у него на столе вот и один такой золотой белый золото могильные в сторонке и преданный спрятать что за телефончик у вас там а прямая связь с богом правда прямая связь сколько стоит поговорить можно вообще можно уж поговорить сколько стоит цену назвал переговорки ну преданный заплатил поговорил и поехал в риндаун а через год папа римский приезжает в риндаун предану тоже поговорить пообщаться и заходит в кабинет много телефонов у него тоже один телефон белый такой золотом что что это за телефон спасибо поиски это прямая связь с богом а можно поговорить ну да сходно стоит бесплатно он местный если вы позовете кришну по-настоящему он ответит у него есть номер телефона вы еще не знаете уже все знают альбом кто это видать и шарова не а опять он постоянно типа добирает балуется Вот так мы балуемся, а балуемся, а потом это же не шутка. Конечно, может, всерьёз всё принять? Мы же проверяем сами ещё, мы не всерьёз зовём его. Если он сейчас придёт, мы убежим, наверное, в другую сторону. Мы просто пытаемся понять, он слышит или слух у него есть. Проверка слуха называется, если Бог слышит или не слышит. Он слышит из сердца всё. Эти звуки он может и не слышать, не обязательно. У него другой слух немножко, по-другому устроен. Он может слышать по-разному, но его слух личный, он другой. Поэтому мы практикуем Харьи Кришна Ману, чтобы правильно воспевать, чтобы Кришна сам слышал это, что из сердца в сердце должно быть. Кабил Байстан Сарасвати, Харьи Кришна Мантра – это прекрасная форма. Вот, содержание мы должны наполнить эту форму. Вложить туда свою любовь, преданность, почтение, знание, качество всё необходимое. Просто сказать Харьи Кришне недостаточно. Нужно сказать, что при нём настроении мы чувствуем. Вот для этого нужна практика. Как же выразиться любовь, воспевая святое? И тогда, несомненно, получим удивительный, потрясающий ответ. Кришна выполномачивает такого преданного. Знаниями, энергией, энтузиазмами, способностями. Поэтому форма простая. Мы хотим служить Кришне с вами, а Он нам даёт возможность. Всё просто. А я кришна. Несколько вопросов? Пожалуйста, если есть вопросы. Мой муж 16 кругов, учитывает за 40 минут. И при этом читает тихо и очень неразборчиво. Есть результаты такого чтения. Я очень переживаю. Повторяю, что-то сделать. Пусть повторяет 32 круга. Если так легко. Моя дочка, когда ему до 6 лет, начала повторять жат. Я говорю, сколько ты повторил? Говорит, 16 кругов. За где-то за 15 минут здесь. Но я с ней спорю. Говорю, о, богатец, богатец. Я тоже что-то кругу повторю. И так она говорит, кришна, 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 кришна. Говорит, что он с кругом готов. Вот так четко берет. Говорит, кришна, кришна. Говорит, кришна, кришна, кришна. Я не спорю, но маленький. Так она повторяла, что она с кругом. Я думаю, что же делать-то? Вот она уже взрослеет. Она так и повторяет, значит, что она. Потом кришна все устроил сам. Мы куда-то уехали с женой и оставили ее в семье преданных с подругой. Мать, семья, а люди с подругой. Они вместе. Росли. И мы уехали. И приезжаем, она повторяет, что она с кругом за полтора часа, час сорок. Все нормально. Как? Подруга ее повторяла, что она с кругом. Ну, глядя на нее. Она говорит, что шнадкровок повторяет. Подруга сказала, что она тоже шнадкровок повторяет. Вот они утром садятся повторять круги. И моя, значит, за 15 минут повторяет в один. Она говорит, погоди. Как это шнадкровок? А ну, приди сюда. Вот часы. Раз. Четки вытаскиваем. Два. Смотрим, на четки повторяем вместе. Так, и мы еще повторяем сейчас. Я к этому в таком отношении. Сам Пашевич их повторяющий шнадкровок, как он там может? Уже хорошо. Не мешайте, пока не зачаруйте. Это вот ситха, когда-то можно открыть. Как увидеть милость Кришны, получая страдания, но при этом ни от кого ничего не ожидая? Как увидеть милость Кришны, получая страдания, но при этом ни от кого ничего не ожидая? Милость Кришны во всем? Почему вы хотите именно в страдания повыить милость Кришны? Страдания мы же преодолеваем эти трудные минуты. Мы собираемся, как-то мобилизируемся. Это же хорошо. Мы ищем ответы, начинаем спрашивать. То есть какой-то процесс активизируется духовно. Разве это не милость Кришны? Человек, может быть, испытывает страдания, но вот если он так хорошо воспевает жабу, допустим, начинает надеяться, он еще написает, он начинает искренне искать ответы. Это же очень хорошо. Разве это плохо? Как можно любовь и заботу о своем ребенке посвятить Кришне и сделать эту любовь, заботу и привязанность к ребенку преданным служениям? Прежде всего, это долг. Будет ли ваш ребенок чисто преданным или нет, мы не знаем, это не суть важная. Важно, что вы выполняете долг свой. Но если вы видите, что ребенок ваш склонен к чистому преданному служению, у вас появляется большая ответственность перед ним. Именно воспитает в нем качество преданности. Способствует этому. Вот только в этом случае. В другом случае, просто выполняйте свой долг перед ребенком. И вы сами преданные, имеете эти качества, имеете эти знания. Дети будут понимать и чувствовать через вас. Поучит все необходимое, что им нужно. Год назад стала слушать ведические лекции. Была христианская религиозная традиция. Сейчас пришла Хвайшнава в Кришне. Как оставить христианский храм и Христа? Это не сграбление. Причастовь ведь тоже божественная личность. И все все видят, понимают. Нужен какой-то обряд или молитва, или кланяться двум алтарям. Дети у меня крещеные и уже взрослые. Как объяснить им, я не чувствую вины, но вы все скорбит этим высшее божество. Ну, так вы должны обратиться к Иисусу с просьбой и все. И сами увидите, что это не проблема. Он не запретит вам это делать, так вы понимаете. Вы можете оставаться христианами, ходить в храмы тоже освободиться. Я иногда хожу, я иногда хожу, потому что я никогда не следовал строго христианской традиции. Нас воспитывали атеистически. Но я люблю заходить в красивые храмы христианские. Последний храм, который мы посетили в Москве, был Христа Спасителя. Я первый раз путаю. Храм Родио. Мы видели, слышали, службу присутствуют. Я всегда чувствую там присутствие Иисуса. Я заслужу в храм христианский. Мне это очень помогает. Хотя я не следую всей традиции церковной, но в сердце у меня есть эта связь. Это благодаря Бхагавы Дети, потому что нас не учили в школе родители. Поэтому Кришна мне это дал. Кришна дал мне веру во все традиции. Христос поклоняется Христу. Иисус поклоняется Христу, Кришне. Поэтому не ошибка, что Бог мне не скажет. Кришна удовлетворяет, когда мы служим преданным. Тогда может не стоит служить непреданным родственникам. Именно служить, а не выполнять свои обязанности перед ними. Или служение родственникам. Это и есть наша обязанность. В том смысле, вы не должны служить, чтобы кормить их мясом, допустим, или ходить за спиртами для них. Это, конечно, вы не должны делать. Служить как? Как. Дети служат родителям — это хорошо. Но не потакайте грехов на привычках и желаниях. Хочу спросить, как определить свой уровень предания. Сейчас марафон шлафа упадает. И преданные очень сильно предаются. Они стоят на улице по 80-10 часов. Не обращать внимания на холод и болезни. Ну, этот марафон не такой холодный, нам повезло просто. Вот я помню свой марафон. Я выехал марафон на Север-Тюменскую область. Вот это марафон. Декабрь месяц. Ужас. Полторы минуты, не больше мы на улице могли просто. Перед вершками просто бежали. Вот какие-то подъезды, какие-то квартиры, какие-то магазины. Только так. Сразу смертли. На лету просто. И мы распределяем много книг. По магазинам, по каким-то, неважно куда. Вот в обувную какую-то сапожную мастерскую и куда угодно. Однажды уже от холода, не знаю, в какую-то дерево ломились, оказалось, магазин золота. Там какой-то уренго, не помню уже. С золотой. А нам все равно в бассейне на пол стали возьмите снимать. И мы бег батареей. Плохо одеты были, собственно, не готовы к таким морозам. А там женщина стоит за прилавком. Это все в красном бархате, и все в золотых украшениях. Знаете, браслеты какие-то там, кольца кругом, бриллианты. И она такая же вся в красном бархате, у нее такой платье, знаете, как сценическое, такой шиньон большой, такая вся в цепочках, тоже вся такая украшенная, блестится, бриллианты. Маньяксюр у нее, значит, такие часы смотрит на нас. И мы тут на полу сидим, просто раздуваемся, ноги греем. И у нас такие огромные сутки с книгами. Она, что? Что? Что хотите? Что нужно? Мы, да вот книги принесли. Что за книги? Про Бога. А кто такой Бог, она сказала? Вот таким вот он. Такая простая женщина оказалась. А я ей таким тоном, говорю, ну, тоном таким, что отстань. А, ну, слова такие, живое существо. И вот я не знаю, почему так было. Первый раз сказал тогда, что он живое существо. Сам удивился даже. Кто-то сказал это. И она так изменилась, мгновенно. Когда услышала эту фразу, что живое существо, у нее даже шиньон как-то, знаете, похасился, как-то все это золото померкало, как-то, знаете, все это величие, но никуда-то ушло. Она говорит, ух, да, книги книги. Это ее так поразило, что это живое существо. Она взяла этот комплект и куда-то ушла с прилавка. И вышла, говорит, сколько стоит? И потом, ну, я распространил, у нас почти все книги, как куда-то выходили. Такой был марафон. И Кришна дает им силы, и книги уходят. Одна ученица мне говорит, я, говорит, вышла на марафон. Например, на прошлом был холодный. Вышла, я говорю, ну, не больше, значит, полутора-двух часов на таком морозе я не смогу. Кришне, извини, сегодня очень холодно. Начала книги распространять, не заметила, как девять часов распространяла книгу. Девять часов. Я забыла просто. Не забывайте, что это йога. Если вы погружаетесь в эту йогу, вы забываете о холоде, о еде, о чем угодно. Это некоторое состояние транса. Преданцы, антипты знают это очень хорошо. Я боюсь заболеть и устать, и что у меня будет нервный срыв, потому что не берут книги. Как и Газа Кришна, если страшно, скажите, пожалуйста. Нет, нет, если вы еще не опытны, не нужно так вот рисковать сильно, можете просто знакомиться с книгой, распространять свои помещения какие-то. На воскресных программах можете подойти к людям, показать книжки тоже, познакомить их так, действуйте. Но если вы уже опытны, тогда вы ходите прямо на улицу. И лучше не вареночку, парни лучше все же ходить по улице. Сейчас атмосфера хорошая в городе перед Новым годом. Люди вдохновлены праздником. Сейчас легко просто поздравлять людей с Новым годом, показывать книги. Очень приятно. Я однажды вошел прямо в 31 декабря, уже часов около 10, наверное, в Екатеринбурге в один офис, марафон заканчивался, а там уже все шампанское напились, уже все теплые такие все. А тут я с книгами правопада, представьте себе, тут философия. И я говорю, вот, принес вам книги, йога, бхакти-йога и прочее. Я стал что-то объяснять им. И я говорю, парень, слушай, ну ты как тут, ну не вовремя. Новый год, вот, поздравляю друг другу, какие-то философии. Йога, вот, он принес, причем здесь йога вообще на самом деле. Я говорю, я понимаю, я не ко двору пришелся, да, я чувствую это. Просто тогда поздравляю, хочу, чтобы вы получили благо. Вот посмотрите на этот портрет и получите благо, посмотрите. Вот как раз вот это изображение было. И стал богат. И я вот так вот стою перед ними, вот я же вижу их лица. Я смотрю на их лица, а они на правопаду. И у них, значит, отображение меняется, рты раскрываются. И так вот в какое-то состояние впадают необычные, смотрят на него. Потом говорят, а почему мы получим благо? Говорят, а потому что на лице нет вожделения. И у них вообще вот такой безмолвый, не знаю, с хрюмками стоят, и такие безмолвые, впали в такую медитацию на правопаду. Говорят, ну давай свои книги, давай свои. Я уже не думал, что они возьмут к медитации. Интересно, кстати, всегда хорошо. Так, наше время тепло. Спасибо большое. Спасибо, правопады.